Вы слушаете чтение Библии. 9 марта. Евангелие от Луки. 1 глава. Глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Водни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авеевой череды по имени Захария и жена его из рода Ааронова по имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным, образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей и уже на шестом месяце, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав уже, Мария во дни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне?» «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа!» И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут называть меня блаженные все роды, что сотворил мне великое Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил Сильных с престолов и вознес Смиренных, алчущих, исполнил благ и богатых отпустил ни с чем. Принял Израиля отрока Своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени Его навеки. Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней и радовались с ней. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей «Никого нет в родстве Твоем, кто назывался бы этим именем?» И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили «Что будет из этого младенца?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида слуги своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость отцам нашим и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы подготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восход свыше, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. На приложении Капли Сота можно слушать аудиобиблию. Когда вы заходите в категорию Библия, в самом верху вы видите два больших раздела Ветхий Завет и Новый Завет. Выберите книгу, которую вы желаете послушать. Вы можете слушать все главы по порядку или выбрать любую главу. Если вы желаете послушать одну главу несколько раз, а это особенно удобно для того, чтобы учить целую главу на память, нажмите на три точки сверху с правой стороны, а потом нажмите два раза на среднюю кнопку, чтобы было написано Repeat One. Эта глава будет проигрываться до тех пор, пока вы ее не остановите.